В сегодняшнем видео я хотел бы затронуть тему хейтеров, недавно появившихся у меня на канале, ну без этого не бывает, и тематику прямого удара кулаком, какие бывают нюансы, как нужно наносить удар, как разгибать руку и так далее. Значит, начнем сразу с того, что я в одном из своих последних видео вам рассказывал о том и показывал некоего месье Калашникова из Москвы, позиционирующего себя как носителя чуть ли не семейного секретного искусства джиу-джитсу птицы Феникс, как Феникс из тепла, и показывал вам его вот эту технику, где подносят ему руку с ножом к шее, он с наружной стороны хватает эту руку и пытается вывернуть человека. Ну, допустим, вывернешь ты пьяного, да, вывернешь ты неумеху. Профессионала ты не вывернешь никогда. Это я так и говорил. Вместо того, чтобы сделать вот такой вот блок и контур-удар, он хватает снаружи, то есть он на ту руку, которая уже давит ему на шею, накладывает дополнительное давление. Это человеку жутко не понравилось, он начал на меня выпрыгивать со своего канала, подослал своих дружков, но человек предпенсионного возраста делать нечего, что ему. Что ему еще остается, как не сраться с людьми. Начал обзываться, начал обзывать меня и моих товарищей, лохи, отцехи, чушпаны и так далее, да вы нихрена не знаете, да то, да сё, да вот откуда вы повзевались. Ну, для того, чтобы узнать, что мы знаем и что мы не знаем, достаточно пройтись просто по каналам наших товарищей на моем канале и посмотреть, найти всю ту информацию, которую, допустим, я не скрываю ни от кого. Когда я начал заниматься, где, у кого занимался, какие титулы, какие ПСА, регалии я получал, где участвовал в соревнованиях, у меня на канале все раскрыто. Но если у человека не хватает ума, чтобы пошерстить мой канал на вот эту тему, то, к сожалению, я не смогу ему ничем помочь. Но отвечать вот этому несуразному человеку Калашникову из Москвы, я не собираюсь ни на одни его выпады. Просто-напросто я отправил, сразу же я отправил в бан несколько его поклонников, которые начали на меня там изливать свою грязь. Ну, естественно, потом отправил его в бан, потому что он не понял, что нужно общаться с людьми более-менее сдержанно и культурно. Если ты человек, позиционирующий себя как адепт восточных и наборств, тем более, что ты тренер, мастер, как ты там себя называешь, я не знаю. Уж будь добр, вести себя культурно с людьми, неважно, нравится тебе их критика, не нравится тебе их критика, не нравится мнение, не нравится хайп, еще что-то, просто-напросто не реагируешь, отправляешь в бан. Но этот человек вдруг получил поддержку от другого, от такого же старикашки пенсионного возраста. И вот этот вот старикашек, я сначала думал, откуда вот этот вот Калашников из Москвы получил информацию о том, что якобы здесь, в Германии, живет человек, который знает меня лично. Я, якобы я родом из Молдавии, ну то, что я приехал из Молдавии, да, я приехал сюда давным-давно из Молдавии, но я не родом из Молдавии. И вот я потом понял, кто это такой, мне дали ссылку на канал вот этого человека, я вспомнил его. Лет шесть назад был такой, он и сейчас есть, Эдуард Швейцер, живет в городе Хайбром, приехал сюда из России со своими родителями. Естественно, он культурного образования не получил никакого в общении с людьми, тем более. Потому что сразу с первых слов, с первых страничек, которые он начинает писать людям в комментариях под их каналами, под их видео, он тут же переходит на оскорбление. Типа, да вы идиоты, да вы дураки, да вы нихрена не понимаете, как был дебилом, так дебилом остался. И вот что именно, если бы не вот один вопрос, я бы это видео даже сейчас и не записывал. Вопрос касается прямого удара кулаком. Шесть-семь лет назад у меня был один видеоканал, я его потом уничтожил. И на этом канале у меня очень часто затрагивалась тема нанесения удара кулаком при неполностью раскрытой руке. То есть, не вот так вот, прямая линия, а вот так. И тут же появился вот этот вот Эдичка, Эдуард Вингчунг, Чунга-Чанга. И начал сходу нападать на меня, что якобы он занимается Вингчунг, да он супер-пупер, да его сифу Керншпехт знает, что говорит. Я тогда связался с этим господином Керншпехтом. И с тех пор, вот уже пять или шесть лет, мы с этим человеком довольно мирно, хорошо общаемся. И последнее, что я хотел вот сказать по этому Эдичке, несколько дней назад он налетел в интернете опять же на одного моего товарища и начал его обзывать, оскорблять, унижать и затронул тему вот этого прямого удара кулаком, в котором якобы сам Керншпехт говорит, что нужно делать так и так и так. И если мы не сможем предоставить, ну в частности мой товарищ, если не сможем предоставить доказательства того, что Керншпехт этого не говорил, значит мой товарищ в первую очередь дебил дебилом. Ну так вот, что сделал я? Я вышел на связь с господином Керншпехтом, вот посмотрите его скрин, скрин его ответа, и я задал ему вопрос. Я, конечно, извиняюсь, если я отменяю вас время, но у меня есть такая тема, прямой удар кулаком. Как нужно держать руку? Слегка согнутую, чтобы был хоть какой-то угол, или держать прямую руку? Так вот, что господин Керншпехт мне ответил? Кстати, Эдечка, если ты сейчас смотришь, если ты понимаешь немецкий язык, читай, если тебе переводчик не нужен. А если все-таки у тебя сбоит немножечко с интеллектом и с немецким языком, ну как ты ко мне, так я тебе, то я могу перевести. Значит так, человек в первую очередь не рекомендует наносить сильные удары кулаками по поверхности, будь то груша, будь то мешок, или человек. В результате таких сильных прямых ударов можно получить серьезные увечья, серьезные травмы сустава. Человек так и пишет. Я советую бить открытой рукой. Открытой рукой. Не прямой рукой, открытой рукой. Вот открытая рука. Если вы наносите встречный хлопок человеку, не кулаком, чтобы не побить костяшки, открытой рукой. Далее он пишет. Упражнения для отработки ударов по воздуху рукой являют собой риск получения различных травм и увечий, в первую очередь, локтевого сустава. Если, допустим, вы берете гандалюру, вы начинаете работать, вы перенапрягаете именно локтевой сустав. Не плечи, не запястья, а локтевой сустав. Идем дальше. Удары. Следующий пункт, на который мне отвечает Беспалин Керашпель. Удары бывают как с локтем внутрь. Вот такие вот, как в традиционном ничу. Локоть идет изнутри. Также бывает, он пишет удары с локтем наружу. Это кому как удобно. То есть, какие бывают удары, он рассказал, он сказал. И, конечно же, по согнутому локтю, по согнутому удару. Он не советует бить рукой, вытянутой на прямую линию. И, конечно, в самом конце он сказал, что различные бывают удары. Это кому как больше нравится. Или локоть наружу, или локоть внутрь, или согнутый локоть. Но он ни слова не говорит о том, что рука должна быть прямая. Якобы для того, что, как вот нас утверждал вот этот вот человек из города Хайброн. Он как-то утверждал и трепал нам нервы. У меня на канале, у других людей на каналах, что во время нанесения удара ваша рука должна быть прямая. Только за счет того, что ваша рука прямая, вы получаете импульс, идущий из земли через пятку, задницу, позвоночник. Плечо через локоть и в морду вашего противника. Такую чушь может нести только человек, действительно, очень далекий от восточных единоборств. Неважно, сколько лет он этим занимается. И под конец я хотел все. Так, с этим Эдичкой, с ответом на вопрос о прямом ударе кулаком, я надеюсь, ответил. И это же является отсылкой этому Эдичке, потому что, когда человек из Минска пытался переслать ему, этому Эдуарду из Хайброна, ответ господина Киршпехта, Эдуард просто-напросто несколько раз уничтожал его комментарии, потом просто-напросто перестал ему отвечать. То есть, пересрал, скажем так. Почему? Потому что довольно мелкий, мерзкий человечишка, 6 лет назад, гавкавшийся со мной у меня на канале, предлагавший мне приехать ко мне и провести со мной спарринг по правилам Минчун, и доказательно, что Минчун великий, боевой и так далее. Тогда я сказал ему, да без проблем, пожалуйста, сколько тут от тебя до меня ехать? 250 километров? Приезжай, я предоставлю тебе спортзал, я отменю тренировку, мы с тобой проведем спарринг, но ты по правилам Минчун, я по правилам Каратегузи. И потом посмотрим, кто из нас сильнее, кто из нас более-менее хоть что-то знает. Человек, этот Эддичка, когда услышал вот эти вот от меня слова, он слился буквально, блин, на пару лет, и как остатки горохового супа исчез в метаде. Сейчас он опять появился, опять начал квакать, вякать про меня, что якобы он знает меня лично, ты не знаешь меня лично, ты никогда меня в жизни не видел, и не дай бог тебе меня увидеть, потому что, извините, но я очень агрессивный человек, и если я встречаю какого-то идиота, гавкающего на меня на улице, я просто сразу разворачиваюсь, и моя ответная реакция, та, которую этот идиот заслужил. Поэтому не надо говорить того, что ты меня знаешь лично. И вот этому господину Калашникову, который феникс в джиу-джитсу, я хотел бы сказать, все ваши товарищи, все ваши дружки, такие же, как ты, московские, то же самое, чернослитов и тому подобное, которые несут разную лабуду людям в уши, вы пользуетесь тем, что люди идут к вам доверяясь вашим словам, но вы никогда не можете показать им ничего умного, стоящего и полезного. Ты квакаешь о том, что ты можешь кому-то научить, великому искусству боя, покажи, как работает твое это искусство. Мне достаточно было посмотреть только одно единственное видео и понять, что этот человек кешет джиу-джитсу. Действительно ничего не может. Если он такой смелый, хорошо, давай, давай. Я его спросил, в какой ты федерации, какие у тебя регалии, какие у тебя титулы, он решил проигнорировать мой ответ и начал оскорблять меня, обзывать лохом, обзывать чушпаном, обзывать дебилом и так далее, и так далее. То есть, это человек, который просто, как он, Эдичка, там есть еще несколько, они просто, эти люди пытаются за счет успеха других людей поднять свой рейтинг в глазах своих учеников или студентов. Но, есть у меня на работе пара человек, пара сотрудников, которые, так же, как вот этот кешет джиу-джитсу, квакали на меня как-то летом, мол, что это у тебя за удар, это у тебя нифига не получается. Я повесил грушу, я отбивал удары руками, я работал ногами по этой груши и один мне квакнул. Да, это разве, это высокий удар ногой, да что это, да что это, да что ты вообще ни черта не можешь. Я говорю, хорошо, встань сюда и под ноги, и что ты же. Давай тогда я проверю на тебя этот удар. Зачем? Нет, я, я, что ты, блин, шуток, что ли, не понимаешь? Шуток, что ли, не понимаешь? То есть, даже здесь, когда вот люди какие-то хавкают на меня, они не понимают того, что они могут получить в ответ действительно ту реакцию, которую они заслуживают. Они считают, что вот так вот унижать или обзываться, это норма, это норма поведения. Может быть, норма поведения это в Москве среди таких вот стариков, как Кеша или среди таких вот, как Эдуард Швейцер из города Харьброн. Может быть, это норма поведения среди них, но не у тех людей, которые занимаются десятилетиями восточными единоборствами, которые знают, как уважать человека, как уважать соперника, противника и как разговаривать с людьми, чтобы не вызывать у них отражение к своей персоне. Вот это все, что я хотел вам сегодня сказать. Так вот, немножко получилось компактно, сбито, но основной посыл этого видео был ответ господина Кеншпехта на тему нанесения прямого удара кулаком. Какая должна быть рука? Прямая или все-таки согнутая локтей? Тренируйся, Редочка, и будет тебе счастье. Всем удачи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова